С момента запуска кроссовера Land Rover Discovery Sport минуло более 4 лет. Немало, но и недостаточно для завершения жизненного цикла. Однако в основе машины лежала платформа меньшей модели Range Rover Evoque. И вот он как раз недавно сменил поколение с полной заменой техники. А значит пришла пора и для Discovery Sport переезжать на тележку PTA или Premium Transverse Architecture. Эта премиальная поперечная архитектура подразумевает расширенное использование высоко- и сверхвысокопрочных сталей и изначально подготовлено к электрификации. Габариты почти не изменились, а внешние нововведения сводятся к бамперам, решетке радиатора и светодиодным фарам. Уже в базовом исполнении салон оснащен медиасистемой с дисплеем на 10,25 дюйма. Есть цифровая приборная панель на 12,3 дюйма. А среди опций — салонное видеозеркало, беспроводная зарядка для гаджетов. На европейский рынок модернизированный Discovery Sport выйдет с двухлитровыми бензиновыми и дизельными четверками, мощностью от 150 до 249 л.с. Все они, за исключением базового 150-сильного дизеля, шестиступенчатой механикой и передним приводом, комплектуются 48-вольтовым стартер-генератором, девятиступенчатым автоматом с рычагом места шайбы и полным приводом. Позже в Гамме появится и подзаряжаемая гибридная установка на основе трехцилиндрового бензинового мотора 1.5, но в России мы ее вряд ли увидим, как и базовую переднеприводную модификацию. В Европе прием заказов на обновленный Discovery Sport уже начался. В Германии цена начинается от 37 тысяч евро. В пересчете на рубли это примерно 2 миллиона 650 тысяч. В США продажи кроссовера стартуют летом, а осенью модель выйдет и на российский рынок. Субтитры создавал DimaTorzok